я всех вас приветствую мои дорогие друзья и зрители сегодня мы посмотрим очень интересный видеоролик который расскажет нам о секретах пасхи этого прославленного праздника который отмечают многие православные христиане по всему миру ну и конечно в наших постсоветских странах но также отмечается и у католиков чтобы понимали и вот мы сравним почему же происходит такая нестыковка и почему такое святое действие как воскресение христа происходит совершенно в разные дни и как такое вообще возможно а самое главное поймем почему все это зависит только от луны для начала мы прочитаем как точно он называется и что обозначает праздник светлого христово воскресенье это пасха главный праздник православных христиан он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния чтобы понимали это самое главное что сегодня мы с вами запомним и разгадку вы найдете в конце этого видеоролика также указаны даты что отмечается между 4 апреля и 8 маем в скобках рассказывается о разных стилях 22 марта по старому стилю и 25 апреля по старому стилю с этим мы тоже будем подробно разбираться потому что это самое главное в чем нас больше всего с вами запутывают а тут будет такая сумасшедшая головоломка но очень очень интересно смотрим внимательно кстати она празднуется после иудейские пасхи праздника пессаха это тоже важнейший праздник но я не буду вдаваться в его подробности вы можете сами о нем почитать в двух словах могу только сообщить что это центральный иудейский праздник он празднуется в память об исходе из египта понимаете когда скажем еврейский народ ушел из египта во главе с моисеем и так день весеннего равноденствия ежегодно наступает в марте чтобы запомнили это тот момент когда день равен ночи и в 2021 году день сравнялся с ночью 20 марта мы очень хорошо должны запомнить именно эту дату потому что от нее и будет отталкиваться празднование праздника пасхи 2021 году день весеннего равноденствия был 20 марта теперь мы с вами возвращаемся к предыдущей фразе все знают что этот весенний праздник ежегодно путешествует по календарю но как такое возможно друзья почему такой святой день постоянно переносится и скажу больше даже в каждой религии отмечается в разное время можно было собраться всем народом и уже такое главное действие объединить в один день нет каждый из человеческих рас народов отмечает его по-своему самая ранняя пасха отмечается 4 апреля самое позднее 5 мая чтобы мы понимали при этом католическая пасха отмечается по юлианскому календарю а православная по грегорианскому который отстает от юлианского на неделю в этом скрывается еще один глубочайший смысл и мы сейчас узнаем что такое юлианский календарь что такое грегорианский и поймем почему православные отмечает именно по грегорианскому календарю пасху скажу даже больше что эти две даты праздников отличаются от времени проведения пасхи у иудеев понимаете значит такое святое действие абсолютно разные люди народы и религии отмечает в различные дни о чем это говорит о том что каждый народы отмечает свой завуалированный праздник вы понимаете не может быть столько различий значит все мы действуем по своим собственным внутренним и древнейшим законам так давайте же узнавать все больше и больше подробностей о всей этой запутанной истории и начнем мы с тех самых календарей юлианском и грегорианском давайте же просто узнаем откуда вообще началось все лето исчисление например на руси в том месте где мы с вами живем и так все знают что крещение руси было в 1988 году от рождения христа но на самой руси тогда шло лето 6496 года от сотворения мира в звездном храме вы понимаете по какому древнейшему календарю мы жили и кстати живем все древние храмы церкви колокола имеет именно эту дату на своей поверхности прекратилось она то есть это лето от сотворения мира в звездном храме в семь тысяч двести восьмом году по указу того самого петра первого великого реформатора и вообще довольно таки странного но известного человека указом он повелел перейти на юлианский календарь и начало года праздновать 1 января 1700 года от рождения христа вы понимаете а ведь раньше мы жили совсем в другом мире поклонялись другим богам но и это еще не все не так долго просуществовал юлианский календарь у нас на руси и с приходом советской власти был введен более точный григорианский календарь с 14 февраля 1918 года по которому мы живем в настоящее время чтобы понимали всего лишь 100 лет назад был введен этот календарь давайте я вам расскажу немножко о славянском летоисчислении эпоха в которой мы сейчас живем берет свое начало от сотворения мира в звездном храме но сотворение мира не надо считать что это создание вселенной и начало всей жизни это всего лишь подписание мирного договора в год звездного храма по круглолету числа бога между славянскими племенами и китайцами была война славянам удалось победить в этой войне и в день подписания мирного договора началась но новая эпоха вот так гласит история древних славян чтобы понимали и мы сейчас живем уже по третьему известному нам календарю по григорианскому теперь мы поняли что существует старый стиль и новый поэтому и говорят старый новый год он отмечается по юлианскому календарю который наступает в ночь 13 января на 14 то есть это тот 200 летний период с 1700 года по 1918 когда петр первый закрепил своим указом именно это летоисчисление и мы прожили по нему всего 200 лет сейчас уже сто лет живем по григорианскому но времена меняются и самый главный все-таки остается тот самый лунный календарь о котором сейчас мы все узнаем я немножко перемещу вас от наших славянских богов и летоисчисление к иудейской именно к пасхе о которой сегодня мы будем с вами рассказывать и размышлять почему она празднуется в совершенно разные дни и у всех народов своя иудейская пасха или праздник писах связан с днем исхода иудеев из египта фараон египетский отпустил евреев только после того как бог убил младенцев египтян а иудейских людей совсем никого не тронул то есть прошел мимо них так с еврейского языка и переводится слово писах то есть прошел мимо и никого не погубил из еврейских детей еврейского народа вот что такое писах мы же празднуем пасху совсем другой праздник чтобы мы вместе с вами разобрались но все зависит только от луны и и фаз и так дата празднования пасхи каждый год меняется но стабильным остается лишь день недели и это воскресенье в 2021 году пасха в россии украине и белоруссии будет отмечаться лишь 2 мая вы представляете почти на месяц позже чем официально должно быть по календарю а это 4 апреля и здесь написано что это считается даже довольно ранним празднованием как такое возможно задержка уже почти на целый месяц и они пишут что это тоже рано будем разбираться во всех этих хитросплетениях и вы будете очень сильно удивлены как оказалось то как раз в этом 2021 году именно католическая церковь празднует пасху в нужное время можно так сказать или в правильно 4 апреля это как раз именно тот самый день после первого полнолуния понимаете мы же задерживаемся ровно на месяц как такое возможно я проанализировал пасхи по годам с 2018 по 2025 год и обычная разница между католической пасхой и православной составляла ровно неделю если у них 1 апреля то у нас 8 апреля что кстати не сходится с юлианским и грегори анским календарем потому что здесь тоже у нас разница должна быть в две недели здесь же видно что всего лишь одна неделя самое главное тут еще понять что мы с вами получается не соблюдаем законы пасхи или ее празднование ну как такое возможно судя по всем православным законам она должна отмечаться в первое воскресенье после полнолуния но мы же отмечаем уже православные люди во второе воскресенье вы понимаете сейчас я вам наглядно это покажу итак по всем законам в этом году мы должны были отмечать пасху если хотя бы не 4 апреля как предписано везде после полнолуния 28 марта то хотя бы на неделю позже как мы это обычно делаем это должно было быть 11 апреля 2021 года вы понимаете а мы перенесли пасху в этом году на второе мая откуда могло взяться это число сейчас я вам покажу а путаница пошла еще от того что мы почему-то взяли в этом году празднование пасхи не после первого полнолуния 28 марта которая случилась а после второго полнолуния которое произошло 27 апреля вы понимаете если взять после 27 апреля то это и было первое воскресенье который идет за ним это второе мая вы понимаете что кто-то в этом году просто ошибся с расчетом пасхи и это просто знаете какая-то ситуация невообразимы вы понимаете даже с учетом всех любых расчетов мы правильно или неправильно отталкиваться мы должны были отмечать 11 апреля но почему-то все перенесли на второе мая вы посмотрите что это за странный и очень страшный год такого никогда не было до этого и наверное не произойдет еще раз мы посмотрим 2018 год разница была всего лишь в неделю католики 1 апреля мы 8 апреля 2019 год католики отмечали 21 апреля мы отмечали 28 апреля 2020 год католики отмечали 12 апреля мы отмечали 19 апреля месяцем позже сейчас же в этом году какое-то безумие происходит католики отмечают 4 апреля а мы отмечаем 2 мая после 2 полнолуния вы понимаете это что-то невероятно следующие годы будут повторяться с разница всего лишь в одну неделю но никогда не будет разбежка в целый месяц что-то случилось с нашими расчетчиками или с какими-то лунными календарями но 2021 год является избранным вы понимаете или просто-напросто кто-то совершил грубейшую ошибку как я понимаю и мы должны были отмечать пасху если также недели позже то это уже прошедшая пасха 11 апреля а вообще не должно быть конечно таких огромных и вообще отличий по дням празднования определенных праздников как я считаю друзья то есть если иисус христос родился в определенный день на земле значит этот день должен был праздноваться по всему миру в одно и то же время также когда он ушел на тот свет это тоже должно отмечаться во всем мире в один день и все это меня конечно наводит на такую мысль что не отмечаем ли мы какие-то завуалированные праздники наши древние славянские и более родные все это делается под прикрытием такого слова пасха который кстати в иудейской традиции называется песах имеет совсем другое обозначение это исход евреев или иудеев из египта чтобы мы понимали с иисусом христом там нет никакого сравнения вообще поэтому я прошу вас принять эту информацию вдуматься и понять что же такое происходит с нашим миром почему даже этот год так сильно различается по празднованию пасхи в целый месяц и самое главное весь смысл моего видеоролика в том что я вас подвожу к одной информации все наши главные праздники и события в мире отмечаются все таки по лунному календарю и все имеют начало и даты от различных полнолуний поэтому мы так пристально с вами наблюдаем за нашей луной и знаем что там скрывается великая сила все же остальные календари это поверхностные для большего числа народу а различные тайны общества масонские иллюминатские и другие все они живут по лунным календарям и все знают что луна это самое главное светило над нашей землей и она вполне возможно всеми нами управляет на этом я буду говорить вам до свидания друзья до новых встреч размышляйте думайте мир прекрасен мы никого не хотим обидеть или зацепить разбираемся лишь той информации которую нам предоставляют говорю вам до новых встреч мы скоро увидимся поехали пока и бом